Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и для начала немножечко статистики. Предыдущее мое видео, касающееся WZ111, собрало порядка 5000 просмотров. Да, кто-то будет смеяться, но для моего канала с моими масштабами это действительно большая цифра. Так вот, ребят, из 5000 просмотров, 3850 приблизительно просмотров было сделано ребятами, которые не подписаны на мой канал. И что самое парадоксальное, что только 1200 из этих 3850 являются новыми, уникальными зрителями, которые первый раз зашли на контент моего канала. Остальные же 2600 приблизительно человек смотрят на постоянной основе мой канал и при этом не являются подписанными зрителями. Ребят, давайте будем это исправлять. Данная подписка, которую вы можете оформить прямо сейчас, нажав на вот этот вот золотой шильдик, она ничего вам не стоит. Ни одного рубля, ни одной гривны, ни одного доллара, ни одного евро, ни одной копейки. И вам не надо эту подписку носить у себя за плечами в рюкзаке или носить ее в порванном кульке без ручек. Она просто у вас будет и вам она не обойдется ровным счетом ни во что. Что же это для моего канала? Это возможность конкурировать с мастодонтами, которые оккупировали YouTube. Возможность попадать в рекомендации все большему-большему количеству потенциальных зрителей и возможность развиваться. Ребят, я делаю свой контент ради вас, сделайте мне пожалуйста одолжение, подпишитесь на канал и обязательно нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить новое видео. Подпишитесь хотя бы на месяц и я за месяц смогу доказать вам, что этот канал имеет право на жизнь и его контент гораздо интереснее, веселее и познавательнее, чем у мастодонтов, которые реально разленились и практически ничего в последнее время интересного не показывают. Итак, ребят, спасибо большое за подписочку, за ваши лайки, за ваши комментарии, если вы со мной согласны или не согласны по теме сегодняшнего видоса. А тема сегодняшнего видео унылые ветки ПТ, самые худшие ПТшные ветки. И давайте сразу с вами определимся по поводу критериев отбора. Мы отбираем ветку в данном видео, точнее я говорю о унылости и ужасности ветки ПТ, не исходя из возможностей конкретно танчика 10 уровня. Потому что на 10 уровне вас может ожидать очень, очень бодрый, хороший танчик, который действительно может довольно неплохо накидывать урон, держать удар и так далее. Может делать хорошую средуху, может приносить удовольствие, быть очень точным, очень альфовым, но при этом всем пройти, ребят, ветку, допустим, до десятки, не то чтобы там сложно, а неприятно, дискомфортно. Ну и, короче говоря, не радует абсолютно. И в этом топ-3, ребят, я не буду говорить, кто на третьем месте, кто на первом месте, я просто озвучу три ветки, которые я лично считаю теми, которые необходимо качать, ребят, в последнюю очередь. И явно не в первую очередь, и попробую объяснить почему. Итак, ребят, первая ветка, про которую будем говорить, это в Британии ветка Бабахи. Это, ребят, сущий ужас и сущий кошмар, и я объясню сейчас почему. Кто-то мне скажет по поводу того, что АТ-8 классно держит удар. Вопросов нет. Кто-то мне скажет по поводу того, что на своих уровнях машины действительно классно играются, у них очень хорошее время перезарядки, вполне достойная альфа. И я не буду, ребят, с вами спорить, но вы реально катаете, начиная с пятого уровня, на очень унылых, малоподвижных машинах, которые необходимо перетерпеть. На которых вы не можете поменять направление, на которых вы не можете перекатиться, на которых вас очень легко закрутить. Короче говоря, ребят, машинки очень сложны. И что самое парадоксальное, потом в конце Бабаха, она просто переворачивает ваше сознание, напрочь переворачивает, потому что здесь вы получаете 930 единиц альфы, 300 единиц пробития, бешеное, просто сумасшедшее время перезарядки и крайне-крайне хреновое время сведения и точность орудия, в том числе на дальних расстояниях в первую очередь. А на ПТшках лучше всего все-таки отыгрывать на дальних расстояниях, это снайперы в нашей игре. Посмотрите на Тортойса. Что Тортойс предлагает своим топовым орудием? 400 единиц урона, в два раза меньше, чем у Бабахи, пробитие тоже существенно ниже по сравнению с Бабахой, но время перезарядки просто золотое, 6.23. И да, получается, что Тортойс очень медленный танк, ровно как и АТ-15 медленный танк и Бабаха медленный танк, но только Бабаха, ребят, она не имеет времени перезарядки такого, которым наделены машины все перед ней, допустим, в неполные 4 секунды, ребят. Да, ты действительно можешь очень клево отбрасывать и очень живучий, но крайне малоподвижный. И когда ты получаешь Бабаху, ты получаешь полную диаметральную противоположность и получаешь абсолютно, абсолютно, ребят, картонную машину, в которой встречаются только какие-то прям совсем рандомные рикошеты. И ты действительно крайне маложивучая машина в бою. Да, слегка поворачивающаяся рубка, но углы склонения тоже как бы не фонтан. Короче говоря, одна из тех веток, которые я однозначно не рекомендую качать первыми в этой игре и к ней необходимо прийти уже опосля, тогда, когда вы прокачаете что-то более интересное, более годное. Что касается еще одной ветки, она у нас, ребят, кроется вот здесь вот в сборной Европы, Минотавр. Минотавр машина неплохая и на 10 уровне, да, он далек от имбы и мы все ожидали, что он будет просто вообще феерий, но так не получилось, потому что орудие вот это вот со временем перезарядки реально все портит. И вот этот вот прикол отыгрывать от последнего снаряда и типа это увеличит твой ДПМ, нифига, короче, не увеличивается. По большому счету машина хороша чем? Своей живучестью, классной броней и да, возможностью в случае необходимости кого-то дозабрать. Но потом ты уходишь на такое время перезарядки, которого не просто тошнит, а что хочется просто оставить, пойти заварить себе кофе, ну и когда вернешься, возможно, он уже перезарядился, а ты даст бог все-таки выжил, тебя не закрутили. И что самое, ребят, неприятное, что вот такой вот геймплей, он в принципе практически на каждом уровне. Да, тот же самый Басотто, он удивляет по сравнению с другими машинами, он может поворачиваться, у него нет рубки, но в то же время машинка приятная, машинка бодрая, хорошо передвигается. Но все же, ребят, это все-таки шестой уровень. Мы говорим с вами о ветке в целом, а не об одной отдельной машине. Да, неплохо отыгрывается СМВ, но, ребят, отыгрывается СМВ неплохо на вот этом вот орудии. У меня она еще не открыта на другом аккаунте, я играл на вот этом вот орудии. И, честно говоря, оно отыгрывается гораздо интереснее, хотя это обычная цикличная пушка. Но мне, допустим, она нравится гораздо больше. И таким образом получается, что проходя конкретно ветку, если вы не будете открывать себе вот эти вот все альтернативные вещи, а просто пройдете до десятки, но вы не получите удовлетворения от прохождения всех вот этих уровней. Именно поэтому я не рекомендую, остро не рекомендую эту ветку как одну из тех, которые не стоит, ребят, вам качать в первую очередь. Ну и, ребят, третья ветка, которая, безусловно, не стоит вашего внимания, если вы только начали играть и отобьет полное желание, это в дереве Соединенных Штатов ветка Т110Е3. Машина Т110Е3, она действительно классная, вопросов нет. Она живучая, она плюс-минус подвижная в силу того, насколько она бронированная. Да, это, конечно, не там какой-то легкий танк, мотающийся по карте, но, ребят, вы сможете нормально передвигаться, пускай медленно, но вы-то удар держите, брони здесь, дай боже, в основном пытаются выцелить нижний бронелист, потому что особо больше пробить некуда. Очень классная Альфа, 680, вопросов нет, и пробитие достойное. Время перезарядки такое, которое эта машина реально может пережить. И заявленный ДПМ, он действительно реализуемый. Время сведения типа смущает, но в целом все равно машина очень, очень хороша. И многие любят данную машину, а многие ненавидят, но только в тех случаях, когда встречают ее в виде своего соперника. Но, ребят, на пути к ней вас ждут такие испытания морального, вот этого вот, не знаю, морального стержня вашего, силы духа выдержать, как минимум, Т-95. Вы себе не представляете, чего это стоит. Потому что стартуете вы на двигателе, который позволяет вам развивать среднюю скорость танка в 3 км в час. Это вы вообще, короче, никуда не едете. Такое впечатление, что реально ландшафт вместе со всей земной поверхностью вращается просто под вами, а вы почему-то стоите на месте и гусеницы сами собой просто переворачиваются. Дальше вы себе открываете более хороший двигатель, потому что реально на базовом двигателе играть просто невозможно. Но здесь вы получаете 13 км в час. Да, это, конечно, не 3, не 2, но, ребят, ехать все равно практически невозможно. И ваше орудие вот это вот, которое дает вам 400 единиц, и даже с хорошим временем, в принципе, пробитие, это ничто по сравнению с унылостью и просто никакущим, никакущим, ребят, боевым ощущением от данного аппарата. Вы реально ничего нормально не можете. Единственное, на что вы способны на данной машине, это вот так вот где-то просто схорониться, встать, держать удар, отбрасывать урон и надеяться на то, что ваши соперники не будут пробивать вас вот сюда, вот в передние катки, потому что вот это, несмотря на всю вот эту вот бронированность сумасшедшую, это действительно самое слабое место в машине, и все бьют по каткам, никто здесь серые зоны не выцеливает. И вы реально убежать никуда не можете, и вы не можете скрыться от того, что вас пытается кто-то закрутить. Короче говоря, машина крайне бронированная, но настолько тошнотворная, насколько только может быть. И именно исходя из, как минимум, вот этого, ну не то чтобы камня преткновения, я бы сказал, это собака Эверест, это Джамалунгма преткновения, а не камешек на дороге, которая реально отобьет полностью все желание выкачивать себе Т110Е3, особенно если вы не будете использовать свободный опыт для проходения Т95. Большего удовлетворения вам не доставит и Т28. Уж поверьте мне на слово, я играл на данной машине много боев, и реально чувствовал себя настолько ущербно, насколько можно было себя чувствовать. Короче говоря, ребят, если вы со мной не согласны по поводу тех трех веток, которые я вам озвучил, как те, которые не стоит качать в первую очередь, и я их считаю самыми унылыми и самыми, ну, неудачными ветками ПТ-шек в этой игре, обязательно пишите в комментариях. Ну а если вы со мной согласны, уж тем более вам есть чем поделиться. На данный момент у меня все, до встречи в новых видео, и спасибо вам большое за подписку на мой канал, я оправдаю ваши ожидания. На данный момент все, всех благ, всего хорошего, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова